Экология Экология – это наука. И наука – это изучает взаимоотношения живых организмов между собой и между собой и средой. А мы слово «экология» сегодня фактически в таком бытовом виде свели к тому, что это просто среда, в которой мы живем и говорим, хорошая экология, плохая экология. К науке это не имеет отношения на самом деле. Среди тех проблем, которые изучает экология, это в том числе изучает экосистемы. А экосистема – это комплекс видов и животных, и растений, и та среда, в которой все это дело реализуется. И эти экосистемы, они различаются и в центральной части континента, и в пустынях, и в лесах, и в море, и в океане, и в Арктике, в ледовой обстановке. При этом экосистемы выполняют вполне определенные функции. Первое и главное – это жизнеобеспечивающие функции. Продукция экосистем – это и то, чем мы дышим, и то, что мы пьем, и утилизация того, что мы производим на самом деле. Ну, естественно, это и продукты питания и так далее. Должен сказать, что продукты питания, ведь это не только из наземных экосистем к нам поступают. Из арктических экосистем огромное количество продуктов – это и рыба, и это вообще все морские организмы, биоресурсы. Приходя в Арктику и добывая какие-то природные ресурсы, человек так или иначе влияет на эти экосистемы и изменяет ту функцию, которую эта экосистема предоставляет. Первая экспедиция, которая у нас уехала в Арктику, так по-настоящему работать, они начались в 2010 году. Президентом было принято решение очищать Арктику от того, что там осталось в результате деятельности человека. И металла, и дерева, и топлива остатков, и причем все эти вещи были в значительной степени ядовитые. Это все начинало ржаветь, гнить и так далее, и все это начинало протекать и в том числе в экосистемы, и могло нанести совершенно, вообще говоря, неправимую щель. В 2010 году, когда началась такая чистка Арктики, одновременно с ней начался проект по изучению белого медведя на земле Франца и Иосифа. А медведь – это, вообще говоря, высшее, заключительное фактически звено потребления в арктических экосистемах. И для нас было важно изучить не только самого медведя, как он живет во всей этой Арктике, как на нем отражаются все эти процессы человеческой деятельности, которые происходили и происходят на самом деле в Арктике. И эти работы были поддержаны русским географическим обществом, но понятно, что даже при такой поддержке работать в Арктике, исследовать очень широкий спектр вопросов, этих финансов, конечно, не хватало. И я очень рад тому, что Роснефть стала вкладывать деньги в эти исследования. Роснефть очень интересовалась всегда нашими исследованиями белого медведя, именно как индикатор состава таких систем. В значительной степени помогала нам проводить такие экспедиции. Они дорогостоящие. Это, на самом деле, очень дорогое удовольствие. Во-первых, это использование самолетов. Мы не можем добраться до каких-то мест, не используя авиацию. Пароходы – это тоже дорогое удовольствие. Те приборы, которые мы используем, это тоже все недешево. На выходе у нас что? Например, используя спутниковые передатчики, спутниковые ошейники, мы знаем, как медведи перемещаются с места на место. Это чрезвычайно важно знать, на самом деле, в том числе и с точки зрения безопасности работы людей в Арктике. Мы исследуем у медведей, например, гормональный их статус. Мы знаем, что может грозить этим медведям в результате. И мы можем предпринимать какие-то меры для того, чтобы сохранить здоровье этих медведей. Когда мы изучаем болезни этих животных, мы начинаем понимать, каким образом те же самые медведи взаимодействуют с фауной наземной. То есть мы начинаем понимать то, каким образом влияют климатические изменения, которые происходят в Арктике. Это чудесно важные вещи. Еще раз повторю, это вид-индикатор состояния арктической системы. То есть фактически мы имеем на выходе данные о состоянии экосистем и о том, нарушаются или не нарушаются их та самая жизнеобеспечивающая функция. Человек должен иметь ответственность в смысле последствий своего воздействия на эту природу. И я думаю, что вот то, что компании начали обращать внимание на экологические последствия своей деятельности, это чрезвычайно важно, потому что это залог того, что мы можем спокойно жить и дальше, и использовать те функции экосистем, которые они предоставляют. КОНЕЦ